ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Сейчас вас не видно. Ну что там как у вас? Нормально. А что ты так? Выключаешься зачем? Начал звонить, даже не успел подойти, уже выключил. Вот сколько она звонит сама, столько и жди, когда конец будет. Понял? Хорошо. Ну а как? Я, представьте, бегу, подхожу только, и уже никого нет. Слушаю. А это, как дела у вас? Ну как дела? У нас все записывается в интернет. Вы считали правила? Да, да. В 14... Вы не против, что все выставляется в интернет? Нет, нет. Я слушаю. Давай-то так и скажи. Я не против. Я не против. Я тоже не против. Это наши правила такие. Давайте, я слушаю. Говорите. Как у вас дела? Да, дела. Если я верующий, то дела идут только в небо. А не верующие идут в ад в преисподний. Правда. Понятно. Правильно? Все дела у неверующего, они погибельные. Они что попало делают. А мы здесь постоянно собираемся. Вот сейчас только молитва была. На душе спокойно, радостно. Люди спрашивают, что делать. Зная Писание, отвечаешь. Никакой ошибки тут нету. Так что верить в Бога надо. Исполнять Его заповеди. И в этом все. Эта жизнь совершенно другая. Ну, представь себе. По воле Божьей нужно жить. А? По воле Господа нужно жить. Да, да, именно так. Как сказать. Представь себе, вот человек, который был где-то в плену взятый, в войну его увезли там в Германию или где-то. И один знает, что будет победа, его освободят. А у другой нету. И говорит, а завтра нас в пищи сожгут. Они оба одинаковые. Но у одного все время на душе радость. Победа вот будет. И поэтому мы живем со Христом. Христос умер за грехи людей. Он воскрес. Пасхальная неделя радостная. Нам печалиться не о чем. Бог самый сильный, всемогущий. Все мириады звезд. Все Ему подвластно. Ну, какие у вас вопросы есть? Давайте. Ну, какие раньше уроки вели у детей? Какие? Я вам скинул ресурсы. Вы там найдите сайт. И там на сайте я отвечаю студентам 4124 вопроса. Вот как. Да, тогда попробую. Вы уже заходили туда? Я еще нет. Заходи. Я какие можно материалы, все это скидываю. Понятно. Так, как говорит. Я материалы все скинул. Там огромные материалы. Просто огромные. Одних роликов там где-то 25 тысяч, наверное. Как у вас настроение? Тут все в порядке. Вы про меня ничего не спрашивайте. Раз я верующий, все так. Да не надо насыплять это. Это вредно. Вредно. У тебя кислороду не хватает. Влажный воздух, вирусы, все цепляются. Для Бога жить надо. Вот сейчас наступает лето. А я начальник детского лагеря, директор был 45 лет. А сейчас просто в гости приезжает. Да, я знаю. Надо встречать людей. Людей встречать, заботиться. Вот в день мы собираемся, через каждые два часа идут молитвы. Мы друг друга знаем все. Новые люди приходят. Это с Богом. Я сейчас пошел там сарай закрыть. Кошки бегают. У меня своих две. Я еще трех запустил, всем корму дал. У меня сейчас стенка, пять кошек сегодня ночью будет. А можно задать вопрос? Давайте. Я и говорю, давайте. А вот как вы думаете, что мне делать, если, например, ты согрешил, а помолиться Господу раскаяться не можешь? Церкви рядом же нету. Мы живем в деревне, тут ничего такого нету. Раскаиваться не надо, где жди. Ты в лесу один. Ты с парашютом где-то падаешь. Ты к Богу воззови. Для молитвы не надо места. Везде молитва хороша. Если ты молишься от души, с верой во Христа, что Он умер за наши грехи. Скажи, Господи, прости меня. Помилуй ради жертвы Твоей. Ты умер за нас. Ты даешь спасение. Спасителя нигде нету, только в православной церкви. То есть в христианстве. И вот церковь где-то. А когда церковь где-то рядом, там можно сходить тогда на исповедь. Но только надо твердо держаться. И в Евангелии считать каждый день. Слово Божие. Вот я объясняю это. Когда зайдете в сайт, я уже материал это скинул вам. И на сайте, там ответы я даю на 4124 вопроса студентам. Там проповеди, книги мои. 38 томов книг только. Ни фига. Ни фига. Много. Ну, много. Да каждая книга 752 страницы. Есть. А сколько ушло у вас на изготовление одной книги? Ну, одной я не знаю сколько. Ну, это книги за 9 лет. Вот раздели. 38 раздели на 9. Что получится? Будет 0,9. Нет? Нет. 38. А, 38. 38 книг. Раздели на 9. 30 будет. Будет. И узнаешь, сколько за год было. А тогда еще поделишь. Понятно. 38. Если разделить на 9, что получается? 5. 5 и 9. Это нет. 4 получается. И вот 4 тома у меня выходило за год. И раздели теперь на 3 получается. 3 месяца на книгу. Вот все узнали. В среднем. С 3 месяца проходит книга. Книга. Мои фотографии. И в каждой книге 64 страницы светных фотографий наших. У меня в моем мире 24 тысячи фотографий. Нифига. Это очень много. Это не чужие, а свои. Но почему? Такая активная жизнь. Строим деревню. Миссионерские поездки были по всей Европе. И все это заснято. И все это интересно людям. Понятно. Вы с друзьями-то вот когда будете где встречаться, вы им говорите. Вот хотите узнать ответ на свои вопросы, чтобы они с вами сюда пришли. И задали вопрос. Вам самим будет это интересно? Да. Ну вот так. Сейчас если вопросов нет, то я уже отхожу. У нас другое время. Уже 9 сейчас идет. Мне надо еще новое вопрос. Ну ладно. Спаси Христос. Мы говорим, Христос воскрес. Что отвечать надо? Воистину воскрес. Воистину воскрес. Действительно Он воскрес. Он живой восстал. И теперь Он никогда не умирает и помогает. Молиться надо. Вот вы посмотрите там. До свидания. Когда молимся-то. И к нам прислоняйтесь. С Богом отошел.